Финиш. Безвизовый режим с Евросоюзом стал реальностью. Официально он заработает в июне. Сейчас украинский МИД ведет переговоры о безвизе с Гибралтаром. На очереди так называемые заморские территории Франции и Нидерландов. О том, что из себя представляет безвиз со странами Шенгенской зоны, мы узнаем у нашего корреспондента Алексея Пшимонского. Он сейчас в Брюсселе. Алексей, здравствуй. Расскажи нам детальнее, что и когда ожидать украинцам. Да, это свершилось. День, которому Украина шла 7 лет. В официальном интернет-журнале Евросоюза опубликовали решение о либерализации визового режима с Украиной. Теперь это закон ЕС и, согласно правилам, он вступит в силу ровно через 20 дней. Таким образом, безвиз мы сможем ездить в Европу с 11 июня, как и обещали Брюсселе. А скажу, что безвиз будет действовать со всеми странами Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии. Виза не понадобится и для поезда к Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию, которые не в составе ЕС, но входят в шенгенскую зону. Главное требование к украинцам – биометрический паспорт. Если его нет, то придется, как и раньше, получать в посольстве визу. Отмечу, что визовая либерализация, конечно же, не отменяет правила шенгена. Это означает, что на границе все равно смогут потребовать копии билетов в обратную сторону или, скажем, бронетелей. Ранее в представительстве ЕС также сообщили о минимальных суммах денег, которые необходимо будет иметь при себе, чтобы посетить различные страны Европы. Наименьшее требование у Венгрии – всего 3 евро на каждый день поездки. А вот самая высокая планка у Испании. Там пограничники смогут потребовать подтверждения, что у вас есть наличными или на банковской карточке как минимум 637 евро. Скажу также, что новые правила не меняют и максимальный срок пребывания в ЕС, как и раньше, это будет 90 дней в течение полугода. Ну и, конечно же, не дают украинцам право на работу. Скажу, что в тексте закона обезвидья говорится, что Украина выполнила все требования европейцев, однако Еврокомиссия, как она написана, продолжит активно мониторить, как украинские власти ведут борьбу с коррупцией и защищают свободу слова. И если Украина не продолжит реформы, то ЕС сможет использовать так называемый механизм временной приостановки действия без виза. Ну а пока что, конечно же, ждем 11 июня. Студия. Леш, спасибо. Это был Алексей Пшемызский из Брюсселя. Субтитры делал DimaTorzok